Всем привет, ребят! С вами Алексей24 и у нас первый взгляд на бесплатную раздачу с Epic Games. 28 апреля по 5 мая можно абсолютно бесплатно забрать две игры Just Die Already и Paradigm в Epic Games Store. В данном видео я кратко расскажу про данную бесплатную раздачу и возможно тебе понравится сеть игры, но имей ввиду, в данном обзоре я лишь высказываю свою точку зрения, а решать только тебе. Не буду затягивать, погнали! Месяц апрель уже подходит к своему завершению, а Epic не перестаёт радовать нас бесплатной халявой. Да, и тем более, кстати, вдвойне. Конечно же, приятно, когда бесплатно можно забрать лицензионную игру, да ещё когда она тебе заходит, это вообще, наверное, просто топчик. Начинаем наш первый взгляд с первой горячей раздачи. Just Die Already в переводе просто умри уже. Ребят, милое название продаваемой игры и даже, собственно, я молчу про уважение к пожилым людям, но мой обзор не об этом. Создатели God Simulator представляют прохождение стариков в игре Just Die Already. Вы старый и злобный хрыщ, и вас только что выпнули из дома престарелых. Как выжить, когда все только и ждут, чтобы вы поскорее сдохли? Just Die Already отвечает на вопрос, чем заняться, когда все ждут твоей смерти. Действие происходит в доме престарелых, где социального обеспечения не хватает на всех обитателей. Теперь все его жители должны бороться за купоны на бесплатный уход. В экшен-песочнице пользователь применяет роль одного из стариков, который сражается с опасными местными жильцами. Здесь реализована игровая физика в соответствии с возрастом персонажей. Прохождение выполняется совместно с другими пенсионерами, ну или в одиночку. Пользователь примерит роль немощного, но озлобленного на весь мир старика. Пенсионера не понимают молодые люди, а тот злится, поскольку у молодежи нет дела до людей преклонного возраста. Вместе с героем игрок поймет, что старикам жить нелегко, ведь от малейшего прикосновения можно поломать себе любую конечность или получить тяжелую травму. Здесь юзер будет выполнять опасные трюки, например, заряжает подопечным катапульту или отрывает голову, чтобы избить другого персонажа и остаться в живых. Выполняя опасные для жизни миссии, геймер получает определенные награды, собирая которые получает отличное место в доме престарелых с ежедневным уходом. Но для этого предстоит всего лишь навсего выжать. В процессе используются все подручные предметы, которыми можно нанести травмы. Топоры, форель, батут, провода, пистолеты, фиверки, базуки и реактивные ранцы, тромбоны и даже клаксоны. В городке можно найти множество секретов и тайных лазеек, где проводится исследование с целью создания экспериментов. К примеру, можно ездить с фиверком, прицепленным к велосипеду, подорвать авто на дороге, создав пробку. Реакция окружающих NPC отличается зависимо от возраста. Одни посмеются, а другие убегут. Ну а теперь, ребята, хватаем вторую свежую раздачу. Парадайм. Или Парадим. Ну, короче, выбирайте сами. Ну, вообще, парадигма — это перевод игры. Парадим — это сюрреалистический поэт-энд-клик квест, действие которым разворачивается в постапокалиптическом мире под названием Cruise, созданного на основе модели Западной Европы 70-х годов 20-го века. Point-and-клик — сюрреалистическом сеттинге, действия которого разворачиваются в восточноевропейской стране именно Cruise. Мир переживает постапокалиптический период. Вы играете за мутанта по имени Парадигма. Его пытаются настигнуть прошлое, которое представляет собой генномодифицированная ленивца. События игры стартуют с лаборатории Dupogenetics. Компания занимается тем, что отдает одаренных детей богатым людям, которые не хотят передавать наследство своим биологическим детям. Мальчик Парадигма еще в детстве оказался жутко деформированным. Представители компании завезли его в один из постсоветских городов и оставили самого на себя. Вскоре он вырос и открыл для себя любовь к музыке. Его мечта — стать величайшим исполнителем в жанре электроники. Но прошлое настигает героя, и теперь ему необходимо спасти весь мир, остановив написание дебютного Е.Р. В процессе прохождения Парадигма вы встретите множество странных героев, среди которых супергерой-психопат, злодей-ленивец, рыцарь-секретарь, мопс, лидер глэмп металл группы. Игровой процесс представляет собой классический квест. Перемещайтесь по локациям и щелкайте мышкой, чтобы взаимодействовать с активными предметами. Игра выполнена в стилистике ретро-футуризма, где вы найдете большие суперкомпьютеры, дискеты и многое-многое другое. Также присутствуют различные головоломки и черный юмор, но для взрослых. Вот такой вот был обзор бесплатной раздачи с Epic Game. На моем канале я стараюсь каждую неделю делать обзор на бесплатные раздачи. Еще на моем канале выходят различные прохождения игр. Заходи, будет интересно. Ссылки на плейлист и весь контент будет в описании под видео. Подписывайся на канал и ставь лайк. И мы увидимся с тобой уже в следующем видео. Всем пока!